добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики давайте сегодня рассмотрим еще один такой типичный случай с которым может столкнуться любой из автовладельцев привезли батарею это стоит она тойота хай люкс объем 2 и 4 но разговор конечно не о тойоте об этой именно об этой батареи батарея высаженная в хлам и высажена элементарно тем что ну парни немножко выпили в машинке повыпадали с нее и забыли закрыть двери и буквально вот эта лампочка салонная она полностью высадила эту батарею ну давайте тестер ее не хочет видеть поэтому я покажу это на мульти на мультиметре блин как бы мне вот третью руку бы еще одну здесь вот так и на а мы вот так вот сделаем вот так вот и вот так я когда мерил как только в нее привезли напряжение было 789 батарейка чуть-чуть постояла и уже 858 все 9 батарейка на ней 14 градусов батарея теплая поэтому чуть-чуть слегка и и отогрею сейчас поставлю на те аккумуляторы чтобы ее чуть-чуть еще чтобы ей чуть-чуть поднять температуру и примемся за работу с такой батареей такое может случиться повторюсь у каждого и батарея так батарея 20 года август 20 года так ну давайте посмотрим плотность плотности нет абсолютно плотность у нас вот такая то есть ориентировочно 105 где-то один даже 102 то есть сверху у нас абсолютно нет электролита будем считать что у нас здесь вода ну давайте еще чуть-чуть отогреем батарейку и примемся за работу вот таким образом батарейка у нас будет отогреваться значит вот эти вот батареи мне повезли заледеневые в банках лед и батареечки потихонечку у нас отходят видимо вот уже во всех банках практически лед растаял в одной вот здесь вот немножко льда здесь растаял и здесь вот одна ванночка у нас еще с льдом будем ждать когда она отогреется также начнем с этими батарейками работать это батарея у нас не было заморожено предстоит мне еще предстоит выяснить почему одна батарея потеряла свои параметры видимо все таки это тот эффект о котором я уже рассказывал когда одна батарея при сборке значительно обгоняет другую по своим параметрам но это уже тем другую другого ролика хотя наверно об этих батареях записывать ничего не буду сделаем ролик на по вот этой теме наш батарея о ком 75 ампер и 700 ампер пускового тока что еще батарея после установки на автомобиль она ни разу не обслуживалась отличного года как приобрелась сразу с магазина эту батарею поставили на автомобиль и алга комсомол поперли ветер харю я еду короче ладненько пока отключаемся и так батарейку отогрели поставили зарядный бокс выставляем наши 17 вольт и и два ампера вот так вот подключаем зарядное устройство ох ты ох ты ох ты сразу 11 7 у нас появилась все оставляем вымпел работать с этой батареей до утра и так друзья после начала работы прошло 15 часов 20 минут и вашего 28 с половиной ампер вымпел нам указал что заряд окончен на напряжение 12 9 вольт чем хорош вот этот метод метод одного прогона тем что можно вычислить напряжение окончания заряда персональной каждой батареи еще раз повторюсь что же работать по шаблонам с батареями просто невозможно все батареи имеют разные параметры и нужно найти подход именно конкретно к персональной батареи 12 9 что мы будем делать отключаем зарядное устройство перезагружаем его полностью выключаем сейчас включаем и теперь мы уже вот нрц у нас 12 7 на батарее и выставляем зарядный ток уже пять процентов то есть 37 ампера вот так вот так как я тут приехал на работу немножко нрц падает поэтому можно поработать с этой батареи уже в ручном режиме сейчас посмотрим до какого напряжения дойдет наше напряжение окончания заряда и уже отталкиваясь от этого будем создавать новую стратегию работы с этой батареи подключаем зарядное устройство 3 и 8 в принципе 3 и 8 ничего страшного процесс пошел и посмотрим будем смотреть на каком моменте до какого момента эта батарея дойдет еще раз повторюсь эта батарея у нас была высажена за один раз поэтому я думаю мое предположение опять что с этой батареи мы легко и просто закончим работу так давайте наверное замерим плотность чтобы это выглядело более правдоподобно и говорят по чесноку так ну давайте глянем что нам дал назовем это предварительным зарядом каждой батареи нужно выработать особую стратегию работы с батареей плотность у нас как было так она в принципе осталось никаких изменений и нам нужно выработать стратегию конкретного к этой батарейки что мы сейчас попробуем сделать чтобы зарядить эту батарею безболезненно чтобы не размотать ее не ухудшить ее характеристик и поэтому нужно ее заряжать бережно и нежно очень много методов работы с батареями можно на несколько по идее с этой батареи нужно было работать тремя стадиями это предзаряд основной заряд и контролируемый перезаряд то есть дозаряд по-английски это эквализащим я хочу показать те методы которые намного проще и которые позволяют полностью избавиться от сульфатов батареи как это у нас получится посмотрим по результату и выводы конечно делать будете уже вы дорогие подписчики ну а пока запись отключаю и ждем результата нашего разгона вот друзья спустя 3 часа 25 минут батарея начала наша разгоняться и давайте увеличим ток до 10 процентов то есть семь с половиной ампер устанавливаем и продолжаем заряд нашего окома так друзья прошло почти пять часов основного заряда 23 ампера отдана и батарея начала стремительно разгоняться от 14 и 8 вольт и буквально за 10 минут уже 15 2 поэтому нам нужно было остановить я немножко выходил на улицу надо было остановить этот основной заряд на 14 8 догнала до 15 2 тоже ничего страшного поэтому сбрасываем до 13 7 опять до 3 и 7 ампера и продолжаем заряд 5 амперами так давайте посмотрим кипит ли наши батареи или нет давайте заглянем внутрь как видим кипения практически нет чуть-чуть выделения газов есть кипения нет давайте замерим плотность плотность у нас подошла к 1 1 0 9 это 1 0 8 то есть у нас идет продолжение абсорбации но уже на 5 процентов будем делать как видим напряжение упало до 13 9 и в таком режиме проработаем с этой батареи еще с часа полтора то есть до 6 часов вес с этой батареи проработаю вот потихонечку напряжение значит начинает расти и на сегодня заряд будет окончен потому как с батареи мы работаем непрерывно уже почти сутки передержка нам также не нужно ну давайте дадим батареи набрать напряжение и в конце рабочего дня сделаю еще одну запись и так мы работаем с батареи сегодня уже почти 10 часов 40 и 8 десятых ампер батарейка приняло и в общей сложности с этой батареи эта батарея стоит на заряде почти 26 часов это очень много поэтому я буду ее сейчас отключать время 9 час пора собираться домой сегодня привали вы немножко работы батарейку будем отключать и дадим ей отстояться до утра то есть 15-16 часов сколько там получится давайте смирим плотность активное кипение началось батарея давайте смирим плотность плотность у нас на текущий момент 118 118 все даем батарейке отстояться и продолжим нашу работу с завтрашнего утра зарядный бокс полностью забитый на сегодня достаточно будет следующих включения завтра итак друзья батарейка стоялась у нас 14 половиной часов давайте замерим плотность перед тем как начать работать с этой батареи так и плотность может 1,18 как не хватает третьей руки 1,18 подключаем зарядное устройство нрц 13,3 после отстоя 14 с половиной часов ну что ж друзья продолжим работу с этой эвбишкой так а почему 3,9 3,9 но в принципе нет немножко уберем ток до 3,7 ампер вот так вот все продолжаем заливать как видим прошло 1,23 напряжение окончания заряда дошло у нас до 16,5 и потом на одну десяточку упало теперь нам вымпел подсказывает что заряд окончен поэтому мы сейчас давайте замерим плотность у этой батареи так плотность у нас 1,21 1,21 отключаем зарядное и делаем двухчасовой отстой отключаем и отсоединяем клеммки пусть батарейка доигрывает естественным образом без снятия верхнего напряжения ждем 2 часа ну минимум 2 часа там посмотрим и затем продолжим работу с этой батареей да батарейке остаются 3,5 часа и плотность у нас уже 1,22 один и две двоечки так подключаем зарядник смотрим нрц 13,4 включаем так 4 ампера опять вылезло ставим 3,7 3,8 пойдет ничего страшного продолжаем эту тягамутину с этой батареечкой продолжаем работу потихонечку напряжение начинает падать с 16,4 до 16,3 16,4 это напряжение окончания заряда конкретно на этой батарее поэтому потихонечку подпираем током вот сейчас поднял зарядный ток до 3,9 ампер и опять у нас держится напряжение 16,4 вольта постараюсь сделать последний до заряд я думаю часа два должно на это уйти потихонечку буду подпирать зарядным током но посмотрим что из этого получится с каждой батареей абсолютно с каждой батареей нужно работать отдельно потому что нет ни одной батареи которые бы эксплуатировались одинаково и в начале ролика я высказал предположение что с этой батареей у нас пройдет все быстро но не все коту масленица батарея оказалась застарелыми сульфатами и скорее всего вот эта просадка которая у нее получилась это была последняя капля в накоплении вот этих сульфатов которые в конечном итоге и образовались в этом аккумуляторе возможно были какие-то разряды до этого на которые владелец не обращал внимания машина стоит гараже как бы особых проблем с запуском в зимнее время он по всей видимости не ощущал не знал что такое завести автомобиль там минус 20 минус 25 ну и при всем при том нужно отдать должное тойотовским стартерам которые даже на 3-х литровых моторах они потребляют буквально там 150 где-то ампер при глубочайших морозах до минус 25 до минус 30 стартера сделаны отлично по не знаю что там за технологии скорее всего сам двигатель очень высокооборотистый и через редуктор добивается вот как раз того необходимого крутящего момента при минимальных нагрузках на аккумулятор но что касаемо батареи ну будем возиться будем вытаскивать ее батарея она в принципе полностью заряжены нам остается только поднять плотность и поднимать плотность будем подпоркой именно зарядного тока от этого к сожалению никуда не денешься можно делать отстои бесконечно но пока мы напряжение окончания заряда вот персонально в этой батареи 16,4 батарея больше не разгоняется и не вижу смысла ее разгонять она сама выбрала свое напряжение окончания заряда теперь мы его поддерживаем именно подпоркой тока как только плотность достигнет необходимых параметров в этом месте у нас заряд как раз и будет закончен и и само собой мониторим плотность через 20 минут через 10 через полчаса но постоянно в аккумулятор нужно заглядывать что ж продолжаем дальше дальнейшую работу с этой батареи сегодня мне надо с ней закончить работу потому что владелец этой батареи звонит нужна машина предлагал ему дать оборотную батарею ну что-то видать пошло не так не сложилось за оборотной батареей он не приехал ну пару раз уже позвонил ладненько опять лью воду отвлекся работаем дальше ну вот друзья прошло 3 часа 7 минут вот после того после начала очередного дозаряда больше моржить эту батарею я не буду так как зарядный ток увеличен более чем на 1 ампер от номинала от 5 процентов ну в принципе можно еще чуть до 6 ампер можно лихо догнать но я этого делать не буду потому что с батареей мы работаем уже очень продолжительное время и как бы мне не хотелось как бы не мечталось батарея очень плохо вытягивается плотность едва едва растет подрастает очень тихо но это все таки я считаю что это последствия того что я вначале я вначале чему я не придал значения это то что владелец сказал что два года эта батарея вообще не обслуживая ничего не делали как я уже говорил ее высадили буквально моментально ну не моментально за ночь может что за 10 за 12 может за 15 лампочкой салонной лампочкой мое предположение что это батарея она разряжалась продолжительное время на тойота как правило нет такого что не до заряд генераторы там работают ровно стабильно и тем более хай люкс одно из лучших достижений мирового мирового автомобилестроения я так считаю это все последствия не вовремя обслуживания не своевременного обслуживания это чрезмерная чрезмерная любовь к музыке когда владельцы подъезжают в ней ставят буфер ну в этом в хай люксе буфер вряд ли туда куда воткнешь ну по крайней мере я думаю там по 16 динамиков в каждой двери и любят послушать и дать сами и дать послушать эту музыку свою людям чтобы все были в восторге а в итоге заряд он уходит без безвозвратно генератор этот заряд он абсолютно не ворачивает батарей без стационарного заряда если батарея высадилась она с помощью генератора ее проблематично очень редко какие батареи восстанавливаются и как раз вот было у меня несколько роликов в которых я показывал как работать в один прогон но это вот не тот случай когда в один прогон у нас все бы получилось хотя вначале я почему-то так и думал потому что батарею всего два года один прогон проходит удачно с теми батареями которые абсолютно здоровы которые эксплуатируется там раз в две недели машину завел проехал но не с теми батареями владельцы вернее автомобили с которых не слазит которые установлены на автомобилях с которых владельцы не слазит сутками ну или сутками с гусями там дело не важно поэтому и плюсом как я уже говорил вот эти разряды музыка где-то свет забыл выключить а завелась хоть там куча приборов как самолете что и напряжение показывает давление там температура всяко всяко разное но на это никто не обращает внимание на состояние батареи в момент запуска у многих на бревках напряжение он смотрит 12,3 та ерунда заведется завелась все тут же проблема отпала сама собой как бы она будем говорить так решилась она накапливается и в итоге батареи они долго не живут долго не не работают они работают у тех людей кто своевременно обслуживает батареи следит за зарядом не высаживает батареи как-то так ладненько батарейку сегодня сегодня мы отключаем и она будет отстаиваться опять до завтра завтра придется с ней продолжить потому что как потому как плотности нет давайте сейчас замерим плотность чтобы это было глянем что у нас здесь так ну плотность один раз два три четыре один двадцать четыре один двадцать четыре чуть-чуть есть улучшения но не глобально и не кардинально поэтому батарейка отстаивается и работать будем завтра вот кроме этого клиента у меня еще там стоят товарищи которых надо с которыми надо поработать вернее не поработать а с которыми я работаю но будут ролики готовлю ролик вот с этой батареей и вот с этой ну это уже будет отдельная история и отдельные истории так так на сегодня хватит болтовни надо ехать до дому до хата и так друзья с добрым утром с началом рабочего дня начнем работать с этой батареи с ее тестирование так обычная 700 ампер ну как видим сто процентов сейчас батарея показывает ну это промежуточный замер так 709 ампер пусковой 390 сопротивление давайте посмотрим какая плотность у нас появилась после отстоя так после отстоя у нас плотность 1.25 сейчас все в том же порядке подключаем зарядное устройство и продолжаем работать так нрс 13.2 которая нам говорит о том что у нас еще стратификация так ко мне звонят так сбрасываем до 13.7 вот так 13.8 пойдет продолжим и так вот как видим после отстоя батарея легко он обрывает 16.6 вольта на 3 и 6 десятых ампера и начиная вот с этого момента через каждые 20 минут начинаем мониторить плотность проверяем плотность как только плотность у нас подойдет к 1.28 наш заряд наша работа с этой батареей закончена заряд продолжается и хочу лишний раз напомнить что вот это напряжение окончание заряда которое батарея набрала сразу 16.6 вольт мы на завершающей стадии до заряда то есть на поднятие плотности мы чуть-чуть подпираем зарядным током вот сейчас подпорка у меня на 4 амперах зарядное напряжение также 16.6 вольт плотность я только что мерил плотность 1.265 прошло прошел час 14 минут плотность сейчас у нас начала активно расти и электролит очень успешно начал у нас смешиваться или перемешиваться как вам будет удобней что ж продолжаем и так подпорку подогнал почти на 2 ампера выше чем 5 процентов напряжение стараюсь выдерживать 16.6 вольт и после начала очередной очередного цикла зарядного прошло сейчас нам вымпел подскажет сколько время прошло 3 часа 7 минут давайте замерим плотность так давайте со средней баночки замерим 1 27 1 27 1 1 1 1 баночки у нас также 127 наверное буду отключать зарядник 3 часа длится процесс заряда очередного нашего и дадим батарейки отстояться пару часов электролит чистенький небольшой немножко цвет конечно он поменял но нужно отдать должное батареи потому что батареи уже до полтора года полтора года батарея в работе это не новая батарея батарея активно эксплуатируется поэтому продукты жизнедеятельности продукты износа в электролите они уже должны присутствовать так при всем при том батарея у нас холодная основной параметр неправильного заряда это конечно же повышенная термометрия вот давайте посмотрим 22 23 ну в районе 24 градусов это дешевенький периметр такой как бы бюджетный вариант для определения примерной температуры он годится так что батарея абсолютно не греется батарея принимает пока заряд вернее не заряд идет у нас процесс перезаряда контролируемый перезаряд для того чтобы нам поднять кислоту которая осела внизу батареи и эту кислоту нам нужно перемешать как только процесс перемешивания завершится значит заряд у нас окончен в принципе можно останавливать заряд уже на плотности 127 для полной уверенности просто давайте сделаем еще двухчасовой отстой и и дальше решим либо делать еще один цикл либо будем завершать работу с этой батарейкой ну что батарея отстоялась ну что батарея отстоялась 2 с небольшим часа давайте замерим плотность и плотность у нас 1 1,27 1,27 1,27 и наверное еще сделаем давайте часовой заряд до заряд контролируемые и ставим батарейку либо на отстой либо клиент воет уже белугой нужен автомобиль вернее автомобиль есть но без аккумуляторов оказывается ни одна автомашина ездить не хочет ему надо ездить кататься делать свои дела а батарейка у меня и возможно позвоню клиенту чтоб приехал забрал и завтра с утечка чтобы он ее вставил ну давайте часовой заряд еще сделаем потом сделаем небольшой отстой позвоню клиенту чтобы концу рабочего дня часиком к 6 подъехал забрал и примерно через полчасика после отстой сделаем замер что у нас получилось чтобы наработали чтобы сделать какие-то для того чтобы сделать какие-то предварительные выводы но судя по НРЦ в принципе НРЦ чуть завышенный расслоение у нас еще присутствует но за два часа батарея она не отстоится заряд инертный и сейчас батарея стоит заряд у нас как бы продолжается давайте включаем еще один часик поработаем с аккумулятором так убираем зарядный ток опять на свое место 3,7 ампера и в зависимости от того как батарея будет набирать 16,6 вольт либо будем делать подпор либо его делать не будем зарядным током опять делаю опять у меня получается длинный ролик но уважаемые подписчики стараюсь сделать все предельно конкретно точно чтобы у вас возникало как можно меньше вопросов по как я работаю с этой батареей я никому не навязываю свои принципы диванчики можете вообще пролетать которые доказывают что достаточно тех напряжений которые они видят в инструкции но инструкции тоже надо читать очень внимательно потому что там есть кое-какие двоеточие которые вы пропускаете мимо своих мозгов и эти умники я еще раз повторяю кто-то обиделся на это слово умники да умники утверждают что достаточно 14 14 а в ГАКОМСОМОВ у нас так в Казахстане говорят покажите зафиксируйте это все на видео чтобы это было предельно точно и чтобы все в этом убедились что вот такие умутанные батарейки вы сможете зарядить таким напряжением ладно что-то я опять отклонился от темы пока тормозим видеофиксацию наших приключений ну что ж друзья часовой заряд еще один до заряд прошел давайте попробуем замерить плотность по рефрактометру хоть 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 капелька ну-ка попробуем вот так вот я надеюсь видно что тяжело поймать плотность 1.28 1.28 1.28 и работу с этой батарейкой мы заканчиваем сейчас я ее отключаю от зарядника от зарядного даем ей полчасика отстояться сделаем замер тестером хоть он будет конечно некорректный батареи нужно отстояться чтобы данные тестером были наиболее правдивы но в принципе для принятия какого-то решения нам этого будет с вами достаточно с учетом того что батарея пришла к нам с напряжением 7.89 вольт вот давайте отключаю и последний момент в нашем видеофильме будет замер тестером что ж друзья батарейка остается 45 минут давайте замерим плотность буду собираться уже домой время седьмой час на дворе и плотность у нас стабильно 1.28 по рефрактометру и по ориометру давайте замерим тестер звонить клиенту не стал раз клиент не звонит то я тоже очень гордый человек шутка конечно я не стал звонить для того чтобы батарея я ему позвоню сегодня чтобы он забрал ее с утра чтобы батарея полностью отстоялась набрала полностью свои параметры она после отстоя естественно улучшит свои параметры ну давайте попробуем посмотреть что батарея нам покажет без отстоя так 700 ампер все максимально прозрачно ребята я блин слова то не люблю ребята друзья я так же самое делаю этот замер вместе с вами если будет какой-то косяк вы его сайт тоже увидите ну что ж батарея у нас даже без отстоя показал показывать сто процентов по суху и 722 ампера пусковой ток НРЦ 1333 сопротивление 382 утром мы мерили у нас пусковой ток был 709 ампер и сопротивление было так 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 390 после отстоя батарейка еще наберет параметры то есть с учетом того что батарея батарея вот у нас 08 20 август двадцатого года я в начале этого ролика сделал большой подарок кейперам когда говорил что батарейки два года ну грубо говоря полтора года электролит как вы видите он должен быть такого слегка синеватого цвета потому что батарея работает этим нашим контролируемым перезарядом мы ничего не отбили ничего не сбили как многие говорят вот блин хотел забатериться так я люблю это дело ну ладно что хотим сказать что ничего страшного не произошло как много 1 запаска кричат то если что 16imen 2 16 16 3 вы прекрасно видели в среднем в год у меня через зарядный блок проходит от 1 1 по 2 лет ничего а кроме этого env�� Очень много провожу диагностик. Бывает в шоколадный день до 10 машин подъезжает, которые я диагностирую. Поэтому хочу передать очередной привет диванникам. Отпишите мне пакости. Свои утверждения тупоровые. Ничем не подкрепленные, ничем не аргументированные. У подписчиков прошу прощения за такое невеселое окончание роликов. Но честное слово надоели эти хайперы, хипперы, как их... И на этом мы этот длинный видеофильм будем заканчивать. Всем тем, кто вместе со мной набирается опыта, набирается знаний. Я хочу пожелать удачи, пожелать здоровья, всего самого наилучшего. Ну и, как обычно, берегите свои батарейки. Всем пока!